всем привет меня зовут одна я социальный антрополог и мы на канале сайте сегодня мы поговорим о том зачем люди делают татуировки и откуда они вообще появились когда люди начали делать татуировки спойлер мы не знаем когда люди начали делать татуировки но судя по находкам как минимум 5000 лет назад по миру уже разгуливали татуированные люди причем они принадлежали к совершенно разным культурам например изученный вдоль и поперек эце возрастом примерно 3300 лет до нашей эры это стык каменного и бронзового века и неолит он тоже делал себе татуировки или ему кто-то делал причем это были не просто татуировки а небольшие надрезы которые были заполнены углем судя по всему это была медицинская процедура что-то вроде современной акупунктуры поскольку эти надрезы точки и крестики а их достаточно много всего 61 татуировка расположены на тех местах которые даже примерно соответствуют современным точкам народной медицине и судя по всему эце пытался лечить свои больные суставы а у него был артрит поскольку он был весьма почтенного возраста в том числе и с помощью таких магических линий кстати говоря эце обзавелся не только татуировками но и тоннелем вуще судя по всему тоннель был от 7 до 11 миллиметров не слабо но надо сказать что совсем недавно эце потеснили поскольку в 2018 и 19 годах были исследованы мумии которые являются примерно ровесниками и некоторые из них даже до династического периода находки мумии встречаются и в китае и в перу слово на всем земном шаре кроме австралии люди так или иначе делали себе татуировки зачем древние люди делали татуировки здесь есть несколько вариантов но самый простой и очевидный тело это текст особенно если общество бесписьменное кроме того сейчас нам очень важно отмерять время точно вплоть до секунд для человека живущего в традиционном обществе это вовсе не обязательно самое главное это его статус в обществе воин это или ремесленник девочка это или женщина мальчик это или мужчина по каким поводом делали татуировки до начала двадцатого века татуировка в целом была сложной и достаточно неприятной процедуры by сейчас мы от боли можно сказать до конца не избавились чаще всего татуировку делали во время обряда инициации то есть когда девочка становилась женщиной а мальчик становился мужчиной эти обряды были достаточно длительные неприятные порой даже опасные для жизни психики и поэтому татуировка это еще относительно безобидный способ доказать вашим соплеменникам что вы уже взрослый состоявшийся человек потому что в некоторых племенах дело доходило до убивания зубов или даже до ампутации фаланг пальцев а что было с татуировками в европе считается что в европейской культуре татуировки не встречаются это не совсем так поскольку в письменных источниках они фигурируют аж с 5 века до нашей эры поэтому обратимся к древним грекам куда же без них например геродот очень много писал о фракийских татуировках фраки жили на территории современных балкан и по описанию геродота фракийские женщины делали себе татуировки на руках и ногах кроме того он подчеркивал что письмена носили статусный характер интересно что именно на балканах сохранилась одна из самых необычных традиций татуировок чего-то женская татуировка когда балканы принадлежали османской империи женщины наносили себе знаки на тело и таким образом оставались безопасности поскольку турки-мусульмане их попросту не трогали парадоксально мусульманском мире татуировки тоже распространены пожалуй самыми необычными из них являются татуировки курдских женщин которые называются дек сейчас они практически исчезли балканские татуировки известные со средневековья и где-то 16 века появляются первые сообщения о том что татуировки активно делают например паломники которые идут в иерусалим солдаты или моряки то есть это люди которые нужно было однозначно показывать свой статус обществе ты доходишь до иерусалима набиваешь себе татуировку желательно побольше на всю руку желательно с указанием года паломничества и таким образом твой авторитет среди других паломников взлетает практически на небес кто придумал сводить татуировки сами греки наносили рисунки или письмена на лбу своим военнопленным поэтому именно греки придумали как татуировку сводить причем этот рецепт прожил больше тысячи лет и фиксируется уже в византийских источниках в 316 году при константине было запрещено клеймить рабов и гладиаторов поскольку это считалось искажением божественного образа все-таки именно при константине христианство становится государственной религии но правда запретили клеймить только на лице потому что на предплечье все еще было можно там божественный образ не искажался спустя несколько веков 787 году татуировки были запрещены вообще интересно что де-факто это не означало их исчезновение поскольку появилось целых два святых с татуировками на лице и так два брата феофан и феодор были заклеймены на лбу письменами из 12 стров за то что они не поддерживали богоборческое движение богоборческое движение благополучно закончилось братьев признали святыми так что татуировка не является препятствием даже к святости в письменных источниках мы встречаем татуировки не только при описании интриг папского двора но и на территории современных великобритании и ирландии кельты и делали татуировки и христианизация далеко не сразу эту традицию уничтожила уже восьмом веке папские посланники сообщают ватикан что люди продолжают наносить на свое тело драконов и змей и судя по всему эта традиция еще какое-то время продолжала жить с викингами дело обстоит несколько сложнее это один из самых популярных этнических стилей в современности но делали ли викинги татуировки мы точно не знаем поскольку о них упоминает несколько арабских авторов а вот сами скандинавы что-то не торопились раскрывать эту тайну сагах упоминаний татуировок можно сказать и нет поэтому если они были то они были только для своих к 11 веку татуировки из письменных источников исчезают последнее упоминание татуировок в европе относится к одиннадцатому веку и связано не с кем-нибудь а с королем точнее с гарольдом вторым который проиграл вильгельму завоевателю и погиб битве при гастингсе в 1066 году тело короля смогли опознать только по татуировке он выбил имя жены и название государства которое он правил интерес к изучению татуировок вернулся только в 15 веке с эпохой великих географических открытий интересно что первые профессиональные татуировщики и сами были моряками например американский татуировщик сумел ура или изобретатель 1 электрической тату машинки в конце девятнадцатого века морская татуировка стала распространяться и среди аристократии среди обладателей таких знаков были например английский король эдуард 7 английский же король георг 5 и его двоюродный брат император николай 2 последние двое сделали татуировки во время визита в японии только если георг 5 никому это не показывал по николай второе с удовольствием демонстрировал татуировку поэтому ее можно видеть и на многочисленных фотографиях кстати в российской империи первый тату салон открылся в 1907 году второй половине девятнадцатого века татуировки делали не только моряки после гражданской войны был настоящий бум изображений на теле так как многие отслужили и хотели сохранить память о своих боевых товарищах или о знаковых сражениях практически в окопах еще во время войны солдаты набивали имена родных и близких или какие-то патриотические символы эта традиция сохранится в сша вплоть до войны во вьетнаме двадцатом веке татуировки проделал интересный путь от цирковых артистов и аристократии до рок-звезд и практически мейнстрим на рубеже 19 20 веков был популярен отдельный цирковой жанр когда люди набивали себе по нескольку сотен татуировок и выставляли свое тело на обозрение публики с одной стороны это позволяло тренироваться маститым тату мастерам а с другой стороны очень быстро это стало невостребованным поскольку таких артистов стало слишком много и в конце двадцатых годов эта мода ушла во время великой депрессии этот жанр попытались возродить но это оказалось невостребованным зато татуировка нашлось неожиданное применение поскольку тогда был введен номер социального страхования и если потеряешь бумажку то номер было практически не восстановить и в результате американцы просто начали набивать себе на руки номера социального страхования в современном мире татуировки делятся на две большие группы это наши повседневные и татуировки традиционных сообществ часть этих татуировок уже исчезает поскольку например мьянме и в китае власти просто запрещают их делать другие же наоборот возрождаются например очень важными стали татуировки маури и и сейчас можно увидеть все профессоров или даже министров с традиционной татуировкой там око например министр иностранных дел новой зеландии стала не просто первой женщиной на таком посту но еще и первой женщиной с традиционной татуировкой а что с татуировками на территории россии если вы думаете что уж на территории россии люди не делали татуировки так вот делали причем самые ранние из них относятся к пузырыкской культуре, это еще скифское время. Когда в 18 веке начали изучать Сибирь, оказалось, что там живет огромное количество людей с шитыми лицами, то есть те, кто делает татуировки. Для якутов, ивенков, ивенов и практически всех народов Дальнего Востока и Чукотки татуировка была очень важным способом отличить представителя своего племени от чужого. Сейчас эти татуировки уже практически исчезли, остались только родственные им у инуитов Аляски. Как сформировались современные стили тату? В основном современные стили татуировки сформировались в конце 19-го, начале 20-го века. Переворот в индустрии татуировок начался, как ни странно, с открытия Японии. Именно японская татуировка во многом легла в основу многих современных стилей. Традиционная японская татуировка называется Ирызуми. В настоящее время в Японии работают не более 300 мастеров, большинство из них новых заказов, к сожалению, уже не берет. Откуда взялся стереотип, что татуировка для заключенных? В середине 19-го века татуировка начинает распространяться и среди заключенных, и до сих пор стереотип о том, что татуировка это тюремная, сохраняется. Хотя это далеко не так. Когда надзиратели делали татуировки заключенным, те выработали собственную иерархию. То есть мы опять здесь видим закрытую группу, которая таким образом создает историю жизни буквально на своем теле. К началу 20-го века практика тюремной татуировки сходит на нет. В середине 50-х годов татуировка, в первую очередь в США, выходит из разряд мейнстрима в контркультуру, начиная с байкеров и заканчивая металлистами. А к началу 90-х снова становится популярной, поскольку даже на ползвездах уже можно было видеть небольшие рисунки на теле. Как изменилась технология нанесения татуировки? На первый взгляд технология татуировок за тысячелетия практически не изменилась. Повреждается кожа и туда каким-то образом втирается пигмент. На самом деле дьявол в мелочах. Татуировка в древности делалась двумя основными способами. Либо делался надрез кремниевым лезвием и туда втирался уголь, либо одновременно делались прокол и в кожу втиралась краска. Сейчас, конечно, бамбуковыми палочками с иголками татуировки уже не делают. Ну а татуировки, сами понимаете, лучше всего говорить с профессиональным татуировщиком. Как изменилась технология нанесения татуировки? Мне кажется, в принципе, она стала сложнее. Технически, наверное, проще как раз все упрощается именно в плане материалов, оборудования и прочего. Сама по себе татуировка, она, конечно, сильно развилась по сравнению с тем, как было последние лет десять назад. Тот же самый реализм очень многие возможности дал на интернет. Возможность взять фотографию и перенести ее на кожу. Вот. Раньше с этим было намного сложнее. Как подготовиться к нанесению тату? Ну, для выбора татуировки, прежде всего, надо выбрать мастера, выбирать его надо по портфолио. Вот. Желательно еще и пообщаться с человеком, чтобы просто лишний раз понять, насколько он комфортно с ним будет работать. Как ухаживать за татуировкой? Уход татуировки сейчас, опять же, ну, все идет для того, чтобы татуировка заживала как можно лучше, чтобы процесс ухода был проще. То есть есть всякие пленки заживляющие, гели противоожоговые, и все это можно, опять же, использовать. Вот. Ну, конечно, конкретные вещи, а не какие-то там. Вот. И, да, татуировка любит, когда за ней ухаживают, когда ее любят, выгуливают и прочее. Чтобы татуировка оставалась дольше, прежде всего, важен уход после нанесения. От этого зависит, в принципе, ее дальнейший внешний вид, от того, как вы хорошо будете за ней ухаживать. И насколько хорошо она сохранится с годами, зависит именно то, как вы будете за ней следить в дальнейшем. Как часто она бывает на солнце. Вот. И чем вы от солнца ее скрываете. Защитные крема и прочее. А как обстоят дела с санитарией и гигиеной? Еще лет, так скажем, 5-10 назад преимущественно все сидели на индукционных машинках. Соответственно, там были элементы, ну, не самой машинки, а элемент, который нужно было стерилизовать. Сейчас все это упрощается и переходит на модули. Сейчас все одноразовое. Тебе нет смысла, там, ничего стерилизовать-то и не нужно, потому что ты воспользовался и выкинул. Вот. Ассортимент позволяет, опять же, да, там, выбирать, какой нужно. То есть тебе не надо все это, там, под себя подгонять. Все поверхности обрабатываются, создается барьерная защита, чтобы не было ни перекрестного заражения, ничего. И, да, постоянно используем антисептики и прочее для кожи и рабочих поверхностей. С алкоголем проще делать татуировку. Что есть стеротип, что с алкоголем проще делать? Вот. На самом деле это не так, как бы. И человек будет мешать, и процесс, как бы, хуже, потому что крови будет больше, сосуды расширяются и так далее, и тому подобное. Ну, и в целом, как бы, мастера, скорее всего, просто откажутся с вами работать, если вы будете пьяны. Совет желающему сделать татуировку. Ну, если вы желаете сделать татуировку, для этого сейчас есть все возможности. Достаточно зайти в интернет, найти подходящего человека и связаться с ним. Вот. Либо найти студию, поскольку раньше это надо было ходить искать, а сейчас есть возможность просто зайдя в телефон найти все, что нужно. Игорь просто такой, куда вы меня притащите? Не, мне нравится, мне больно. Очень, очень, очень интересно. Да. Очень интересно. Сомораживаю. Да. Где? Я еще потом, я еще знаю, что сказать, но потом. Игорь. 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 Игорь.